Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы с вами сегодня завершаем рассмотрение послания к Криминам, 16 глава. Эта глава, которая завершает послание, она не содержит каких-то богословских или иных положений, а является не просто заключительной, но и, собственно говоря, никакой информации, кроме приветствий и некоторых лиц, которые упоминает апостол Павел, мы с вами в ней не почерпнем. И, тем не менее, она на самом-то деле чрезвычайно важна. Важна потому, что, как мы уже с вами не раз замечали, апостол Павел адресует свое послание к церкви, с которой он еще не знаком лично. В Риме он еще не был, и послание предваряет его возможное посещение столицы. И в этой ситуации, конечно, важно, чтобы найти какие-то точки соприкосновения между получательными посланиями и тем, кто его составил, кто его написал. И вот все эти точки соприкосновения апостол Павел и устанавливает в завершении своего послания. И мы сами с вами знаем, вот мы, например, расстаемся с кем-то из людей. Мы говорим, ну, передавай привет тому-то, тому-то, тому-то. Вот, и, как бы, тем самым мы пытаемся тоже установить связь, да, вот с теми людьми, с которыми мы непосредственно не общаемся. Ну, вот мы хотим им какое-то, да, приветствие все равно переадресовать для того, чтобы эта связь все-таки существовала, для того, чтобы они нас помнили и сказать, что мы помним о них. Вот, кроме того, как бы еще одна ситуация, она тоже помогает нам понять, почему это заключение необходимо, почему апостол Павел не просто прерывает, да, свое послание, а добавляет еще вот этот остаток. Потому что все-таки также надо помнить, что по тем временам, да, пергамент был дорогим удовольствием, да, и люди всегда были очень скованы объемами, и поэтому человек не мог написать столько, сколько он захочет, да, вот у него есть, как бы, кулачок, вот, и он должен уместить в этот текст то, что он хочет сказать. Экономили, да, и тем самым, как бы, конечно, апостол Павел, добавляя этот текст, он преследует определенную цель. Цель это такова, что, вот если мы, например, знакомимся с человеком, и вдруг оказывается, что у нас с ним есть очень немалое количество общих знакомых, да, то есть мы этого человека видим впервые, и, но наличие круга общих знакомых, каких-то общих историй, связей, оно неизбежно нас сближает, да, оно, как бы, снимает те ограничения, которые все равно психологически присутствуют, когда мы с человеком только начинаемся знакомиться, когда мы видим его в первый раз, а здесь оказывается, что, в общем-то, мы вращаемся примерно в одном и том же круге лиц. И вот так здесь наличие общего круга лиц, наличие этих приветствий, оно, несомненно, преследует цель сблизить апостола Павла с римской церковью, в которой он еще не был, но в которую надеется прийти. Итак, 16 глава, 1 стих. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, деканису церкви Кенхрейски, примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим и мне самому». Собственно говоря, это указание, оно имеет значение рекомендательного письма. Рекомендательные письма очень были распространены в древности и были, собственно говоря, необходимы. Почему? Потому что такой вот сети гостиниц, которые существуют на сегодняшний день, в древнем мире не существовало. Были постоялые дворы, но, в общем, это не самое лучшее было место для остановки размещения. Поэтому, когда человек отправлялся в путешествие, он очень часто обзаводился такими рекомендательными письмами, для того, чтобы, придя в тот или иной город и обратившись к каким-то общим как раз знакомым, его бы приняли, разместили, и это дало бы ему безопасный кровь и возможность воспользоваться гостеприимством каких-то людей. И вот примечательно, что Фива не просто названа сестрой, но и Диаконисы, Ценкрейский. Кенхрея – это один из портов Каринфа, города, в котором апостол Павел неоднократно бывал и к которому обращал не одно свое послание. Итак, как же апостол Павел просит ее принять? Он говорит, примите ее для Господа. То есть, другими словами, эта встреча, она должна происходить на христианских началах, вот так, как если бы мы не приняли самого Христа. Как прилично святым, помогите ей. Дело в том, что святыми, и это уже неоднократно обсуждалось, в древней церкви называли все христиан. Не потому, что они отличались от остального мира, что, конечно, имело место, а потому что слово святость, оно означает отделенность. То есть, они действительно были посвящены Господу, отделенные от мира, и, конечно, эта принадлежность Богу, она накладывала на них определенные нравственные обязательства. А святость должна быть соответственной их облику и поведению. И поэтому апостол Павел понимает, что человек может оказаться в совершенно новом месте, возможно, у нее не так много материальных средств. Опять же, мы, может быть, оказывались в такой ситуации, мы отправляемся в какое-то путешествие, но, в общем, не знаем, хватит нам средств, не хватит нам средств. Поэтому всегда важно иметь возможность к кому-то обратиться в этой ситуации. Апостол Павел тоже просил, что если она будет испытывать нужду, то тогда римская церковь могла бы помочь ей принять в ней участие. И, конечно, ее статус деканиса оказывает именно то, что она не просто посланница церкви, но что она определенные церковные служения могла бы помочь, которые, конечно, никак не были связаны с богослужением. Но, например, деканисы в древней церкви могли бы принимать участие в крещении женщин, могли заниматься социальным служением, попечением о вдовах, о чем апостол Павел пишет уже в поздних своих пасторских посланиях. То есть, конечно, в данном случае Фива – это такое официальное церковное лицо. Есть еще в Риме у апостола Павла знакомые – это Прискила и Акила. О них говорится в книге «Деяния», когда апостол Павел как раз и впервые посещает Коринф, откуда происходила Фива. И Прискила и Акила, или иногда она просто называется Приска, они были жителями Иерусалима. Однако в 1949 году Клавдий изгнал всех евреев из Рима. Это изгнание было вызвано тем, что в Риме начались брожения в еврейской среде из-за какого-то Христа. Не вдаваясь в то дело, император, не терпя никаких брожений, никаких возмущений в столице, римляне это всегда всячески преследовали, опасались этого, он просто радикальным образом поступил и изгнал всех. И таким образом Прискила и Акила оказались в Коринфе, а ремесло их это было делание палаток, то есть схожее с тем, что собственно и с чем занимался апостол Павел. И на предмете общего ремесла и занятия он и сблизился с ними, и впоследствии мы знаем, что они тоже путешествовали, были они в Эфесе, где встретили Аполлос и наставили его в Вире. Ну и после того, как Клаудий умер, а Нерон занял свой пост, то иудеи и христиане начали возвращаться в Рим, и вот Прискила и Акила они тоже вернулись в столицу. Апостол называет их сотрудников моих во Христе Иисусе, то есть подчеркивает значимость, хотя не он привел ко Христу, но во многом сформировал их христианский облик и говорит о том, что они полагали душу свою за него. Кроме того, он приветствует и домашнюю их церковь, то есть Прискила и Акила не просто перелеселились в Рим, они имели там свой дом, и этот дом был местом христианских собраний. Это показывает нам, собственно говоря, как была организована любая поместная церковь, конечно, таких соборов по ту пору не существовалось, и существовали такие домашние церкви, домашние общины, и возможность собрания была напрямую связана с общей площадью, с численностью людей, которые могли вместить эти стены. И вот такая домашняя церковь, она и возглавлялась Прискила и Акила, двумя такими замечательными супругами. Приветствую возлюбленного Эпинета, который изначально кахает для Христа, приветствую Мариам, которая много трудилась для нас, приветствую Андроника и Юниус, родников моих и узников со мною, прославивших между апостолами и прежде меня еще у верующих во Христа. Вот удивительно, да, что апостол Павел говорит об этих двух людях, мы о них практически ничего не знаем, но важно, что они пришли ко Христу раньше апостола Павла, и дело в том, что действительно мы знаем, что сродники, они сыграли, родственники апостола, довольно большую роль в его жизни, в его участии, и уже впоследствии, когда апостол Павел придет в Иерусалим, и он будет там арестован, именно родственники, а не Иерусалимская церковь принят в нем активное участие, и благодаря их заботе он будет избавлен от скороспешного суда и в конечном итоге окажется в Риме. Ну, во-первых, очень важно, что апостол Павел все время добавляет во Христе или как-то еще, то есть тем самым он подчеркивает, что значимость человека, она определяется не столько какими-то его личными достоинствами, заслугами, а принадлежностью ко Христу, что именно эта связь со Христом, эта вера в Него, это служение Ему, они и как бы дают человеку его привилегии, они определяют его достоинства, и здесь есть интересное указание о верных из дома Ареставулу. Ареставул или Ареставул, это был дом одного из внуков Ирода Великого, они были, несколько представителей династии носили имя Ареставулу, включая одного из сыновей Ирода, который был им казнен, и Ареставул не имел никакого участка, никакого земельного управления в Палестине, он просто жил в Риме, но при этом принадлежал к высшему сословию, он был близким другом императора Клавдия, и когда он умер бездетным, то все его имущество, оно перешло в собственность императора, тем самым наличие домашних, то есть слуг или даже рабов из дома Ареставула показывает, что хотя эти люди, они, конечно, занимали низший социальный статус, но все-таки в силу того, что они входили в дом одного из влиятельных или высокопоставленных вельмож, их значение для церкви тоже было очень важно. То же самое можно сказать и дальше, что мы читаем. Приветствую Иродиона с родником его, то есть еще один родственник Павла был в римской церкви, и дальше приветствую из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Ну, опять же, мы не можем утверждать стопроцентной уверенностью, но Наркис это один из очень влиятельных лиц в время правления Клавдия, он был его таким письмоводителем, и вся корреспонденция к императору поступала через него. Естественно, такая власть, она давала возможность ему для злоупотреблений, потому что именно от него зависело попадет эта корреспонденция, это письмо к императору, или так останется где-то лежать. Поэтому, конечно, Наркис такой был очень богатый человек, и когда Нерон сменил Клавдия, он даже не сразу был смещен с должности, но впоследствии его заставили самоубийством кончить жизнь, но в любом случае это, опять же, один из влиятельнейших домов Рима, и даже если речь идет о домашних, о слугах, о рабах, все равно это, в общем-то, высший круг римского общества. «Приветствую вас, Трефен и Трефоза, трудящихся, о Господе! Приветствую Пересида, возлюбленная, которая много потрудилась, о Господе! Приветствую Руфа избранного, о Господе, матерь его и мою! Приветствую Асинтрига, Флегонта, Ермон, Петрова и другие с ним, приветствую Филолога и Юлия, Нерей, сестры, Волимпианы, всех с ним святых! Приветствую друг друга целованием святым! Приветствуют вас все церкви Христовы!» То есть апостол Павел передает, конечно, и приветствие от всех церквей, которые он посещает, а это послание он, скорее всего, пишет как раз в Третьем Мистерском путешествии, наверное, в Эфисе. «Умоляю вас, братец, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которым вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему, а Иисусу Христу и своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщая сердца простодушных». Ну, собственно говоря, очевидно, что не в последнюю очередь само послание к Римлянам было написано именно поэтому. Апостол Павел говорит о разделениях, которые имели место быть в Иерусалимской церкви. И, собственно говоря, наверное, разделение – одна из главных, ну, по крайней мере, существенная тема всех апостольских посланий, в том числе и таких крупных, как первое и второе послание к Орифинам, Галатам, отчасти даже и филиппийцам и других посланий. И, к сожалению, конечно, этот момент он наличствовал в раннехристианской церкви, и разделения возникли в ней не спустя столетия или тысячелетия, а, к сожалению, разделения возникли очень рано. Такая вот фракционность. В чем-то, наверное, это было где-то неизбежно, возможно, отчасти необходимо, но, тем не менее, конечно, любое противостояние, оно никогда церкви на пользу стоять не могло, потому что так или иначе она дискредитировала церковь в глазах внешних, она мешала общецерковной жизни, церковь переставала себя ощущать как единое целое, как тело Христово. И поэтому любое разделение, оно всегда должно вызывать именно такое предостережение, нужно остерегаться тех, кто их производит. И, наверное, эти слова апостола Павла, этот его завет, он сохраняет свою актуальность для церкви и на все последующие столетия и тысячелетия. Действительно, нужно уклоняться от тех, кто каким-то образом разрушает и нарушает церковное единство. И апостол Павел говорит о том, что такие люди только обольщают сердца простодушных. Ваша же покорность в вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. То есть апостол Павел мне применует похвалить своих адресатов, он уверен в них и не сомневается в том, что все те, кто хоть как-то разрушают церковное единство, все те, кто производят соблазны, будут отринуты римской церквью. И здесь мы видим замечательное такое наставление «Будьте мудры на добро и просты на зло». Действительно, добро – это не просто то, что делается с легкостью, без каких-то не было усилий. Человек должен не просто делать добро, он всегда должен ставить перед собой цель. Что я могу сделать для других людей? Что они от меня ждут? Чем бы я мог оказать им содействие и помощь? И это все должно присутствовать в жизни. Если этого нет в жизни, если люди об этом не думают, если такую задачу они перед собой не ставят, значит, во многом их христианская жизнь бесполезна. Она не дает никому, по сути своей, ничего. Превращается такое постоянное самообслуживание. И просты на зло. То есть, действительно, иногда мы знаем, простота хуже воровства. Но это на самом деле совершенно не так. Простота – это очень важное свойство, которое противоположно гордыне. Гордыня всегда все усложняет. Гордый человек всегда любит все усложнять в жизни, потому что у него какая-то такая непростая оценка действительности. Он так сложно смотрит на всех окружающих людей. Он очень часто что-то додумывает. Мнительность неизбежно присутствует в его взгляде на других. Ну и так далее. Поэтому с гордым человеком с ним всегда сложно. Он всегда непросто. Он всегда самолюбив, капризнен. У него всегда есть самомнение, какая-то ложная самоуверенность, верности принимаемых им решений, точки зрения, хотя очень часто она бывает ошибочна, неверна. И поэтому простота – это удивительное качество на самом-то деле. Немногим у нас свойственно. И, наверное, многие из вас знают оценку простоты, которую дал Амброси Оптинский, где просто там ангелов соста. Простота – это не свидетельство какой-то убогости, ущербности, ограниченности. Почему? А потому что Бог прост. Согласно нашему верующению, Бог прост, хотя Он является Святой Троицей, и, может быть, сложно понять, принять, усвоить. Тем не менее, Богу свойственна простота. И поэтому на самом-то деле стремение к простоте, оно всегда связано к стремлению к Богу. Оно не является листом некой ограниченности. Но всегда, если человек простой, и с ним просто общаться. Если он гордый, то с ним всегда сложно общаться. И поэтому добро, оно тоже всегда должно быть просто. И то же самое простота на зло. Но кажется, что человек, как мы знаем, человек простой, он как бы зло исключает из своей жизни. Но ему совершенно не нужно. Вот эта простота, она всегда связана с незлобой, с кротостью, как бы нежеланием кого-то унижать, оскорблять, обижать каким бы то ни было образом. И поэтому, конечно, здесь это наставление апостола Павла, оно совершенно замечательно. Божия мира сокрушит стану под ногами вашими вскоре. Благодать Господу нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. То есть, конечно, христиане, они существуют в этом противостоянии Бога и мира. И апостол Павел, он выражает надежду, выражает уверенность, что Бог заступится за них. И если даже какие-то козни сатаны, они направлены против верующих, все равно рано или поздно сатана, он потерпит поражение. «Приветствует вас, Тимофей, сотрудник мой, Луций Иосон и Сосипатор, сродники мои». Ну, Иосон и Сосипатор, они упоминаются в книге «Деяний». «Приветствую вас, Господи, я, тертий, писавший себе послание». Очень важно, что, конечно, апостол Павел не самостоятельно, за редким исключением, составлял послание. Вот послание Галатам он написал сам, он в конце пишет «Я написал вам своей рукой». Конечно, как правило, люди надиктовывали свое послание, то есть пользовались услугами секретаря, и апостол Павел он тоже поступал так же, и тертий помогал ему в этом, возможно, не только в записи, но и в какой-то литературной богословской обработке этого текста. «Приветствую вас, Гай, страноприимец мой и всей церкви». Страноприимство, мы уже говорили с вами, очень важная характеристика, потому что, конечно, церковь была такая кочующаяся, да, люди переходили, проповедники путешествовали, миссионеры, и всегда нужно было, чтобы им был где-то оказан кров, чтобы кто-то принял, чтобы кто-то ждал, чтобы их кто-то был готов принять. И поэтому, конечно, страноприимство, оно является важнейшей характеристикой древней церкви. «Приветствует вас и раз городской казнохранитель, то есть большая должность, и брат-кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Слово «благодать», оно синонимично слову «милости», и вот «милость Божия» призывает апостол на всех своих адресатах, всех возможных читателей своего послания, и, наверное, это пожелание милости, оно тоже, благодати, сохраняет свою актуальность, потому что ни в чем мы так не нуждаемся, как в милости, в снисхождении Божьем». И это, собственно говоря, послание. Обычно, как правило, апостол Павел, как мы узнаем из других посланий, подписывался сам. То есть последняя фраза «благодать Господа нашего Иисуса Христа» была написана в заключении самим апостолом Павлом, и можем сказать, что действительно это заключение, оно очень показательное, потому что тема благодати, которая превосходит закон, которая превосходит грех, как откровение благодати, именно так апостол Павел рассматривает дело Христа. Эта тема благодати является ключевой в этом послании, поэтому, конечно, это пожелание благодати, оно является таким замечательным и, наверное, лучшим завершением этого самого большого и важного послания апостола Павла.